Притащила сегодня вот такой пакетик рассады. Вчера она купила целую кучу. Наверное третья привезла сегодня. Что-то я забыла снять совсем. Помидорчики конечно шикарные. Такие у них ножки. Уже даже цветочки есть. Как они так выращивают эту рассаду? Офигенная. А вот так выглядит моя рассадка. Это я не знаю когда будет. На август разве что. Хотелось бы пораньше конечно помидорчики заполучить. Огурцы вообще как на подбор стоят такие красавцы. Салатик редиска. Там какие-то цветочки. Вот тут были дорогие помидоры посажены. Вот один сорт еще более-менее зашел. Остальные совсем слабенько. А вот тут дешевые обычные. Бодрее намного. Так. А тут я мучилась конечно. Несколько часов пыталась проредить помидорчики себе несчастные в этой теплице. Обсемененной. Вот такими бурьянами. Кусочек я сделала. И начали просматриваться помидоры. Но их конечно. Какого-то смешного количества. Не ну есть что-то. Но как-то. Как-то я думала будет побольше. Так. Ну я посчитала их. Тут примерно штук 60 есть. То есть если их дальше медведка не сожрет. То как бы мне может и хватит. Куда мне больше. Мне особо сажать некуда. Вот. Но это была очень моторная работа. Вот эти вот. Попробуй тут разбери. Где тут помидор. Где тут что. Вообще два бархатца взошло. Такие простые цветы. Не взошли ни фига. А вот в этой тепличке. В которой. Была. Из под клетки. Из под морских свинок. Я ничего не прорывала. Но тут вообще буквально. Вон три бурьяна вырвать. Красота. А это была просто как бы. На огороде. Вот так. Есть большая разница. Где нужно делать теплички. В следующий раз. Сегодня первую партию. Я высажу. В таком местечке. Здесь стояла клеточка с утятами. В прошлом году. Земля должна быть такая. Ничего. И они высокорослые. Их можно будет привязать к сетке. Чтобы не придумывать. Всякие палочки потом. Так. Ну копается здесь конечно. Отлично. Земля. Такая мягенькая. Вот так. Червячки есть, не сильно много, но есть, скажи очень мало, больше давай неси. В бочке, наверное, потеплее водичка, не будем ссадить на грязь. Вас бы, конечно, на помощников пригласить, скучаете тут. Вы бы разобрались с червячками совсем, но нет. Тут такое стадо у нас сейчас полудикое в основном. Если я вас выпущу, я вас уже обратно не загоню всех. Слишком много уже потомков от Лакиданди. Если бы все были вот такие, не вопрос. У нас сирень такая. Так, телефон у меня, конечно же, разрядился. Я тут уже успела посадить часть помидорчиков. Значит, у меня вечная проблема с медведками. Помидорчики они мои срезают сразу же после посадки, ну или в течение недели. В общем, в этот раз я решила нарезать такие штучки и обвернуть помидорчик. Так, надеюсь, что-то видно. В общем, одну руку неудобно. В общем, вот такой смысл. Сейчас я все это закопаю. Тик. Значит, какой план? Медведка, конечно же, тут трется, ползет к моему помидорчику вкусному, подползает к этой баклажке и тут ее ждет облом. В общем, по идее, она не должна перерезть и срезать помидор. Она должна просто упереться и пойти искать лучшие жизни в другом месте. Это в теории. Тик. Прольем еще это дело. И потом, где-то через недельки-две, я думаю, можно будет вообще убрать эти баклажки. Потом они уже почему-то медведки в какой-то период определенный срезают, а потом им уже неинтересны почему-то помидоры. Так, посмотрим. Надеюсь, не зря. Я заморочилась так. Так, вот такая красота у меня получилась. Идем следующую грядку сажать. Здесь будут низкорослые помидорчики. Также листики обрываем. Удобнее баклажку сначала оставить в землю на нужную высоту. Потом уже помидорчик. Даже с цветочком. Катя. Катя. Удобнее баклажку. З calorie в 10. Вздущий. Удобнее баклажка. Вздущий. Удобнее баклажку. Баклажку. Вздущий. Так, а перчики я не помню. Вроде медведь-то не ест их. Посадим так перчики. Так, в луночки я добавила вот эту вот кучу. Типа перегнойчик, но не совсем перегнойчик, но прошлогодний. Перчик тоже есть. Что у меня еще из посадок тут растет? Значит, там горошек бодренько подрос. Тут где-то буряк. Ну так, вроде ничего. Маловато, но есть. Это у нас, наверное, укроп. Это шпинат. Вообще же можно срывать. Так, кукуруза что-то плохо вылезла. Пара кукурузин всего лишь. Фасоль тоже где-то там виднеется. Так, морковка даже зашла. Более-менее обычно вылазит пол морковки. Так, укропчик опять. И горошек. Прошлогодняя петрушка прям колосится таким буйным цветом. Вообще шикарные кусты. Надо уже морозить, наверное. Часть помидорчиков у меня будет расти на копаной земле. А часть я буду сажать вот в такую вот штуку. В такую подстилочку. Тут такой слой, конечно, он не будет докапываться до земли. Сравним, где будет лучше расти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...